МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия информационная программа «Республика» в студии Ольга Пырычкина. И сегодня в нашей программе. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Возникло на территории республики в связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями 17 октября. К 12 часам сегодняшнего дня системы жизнеобеспечения населения Чувашской республики полностью восстановлены. Все мероприятия по ликвидации последствий ледяного дождя выполнены. Восстановлено электроснабжение в 515 населенных пунктах, в которых проживают 100 тысяч 964 человека. Обеспечены теплом и электроэнергией 94 школы, 40 детских садов и 7 объектов социальной сферы. В работе были задействованы 94 ремонтно-восстановительной бригады и 143 единицы техники. На помощь Чувашии пришли и соседние регионы. Саратов, Ульяновск, Самара, Пенза, Мордовия, Оренбург, а также Владимир, Нижний Новгород и Киров. Чрезвычайную ситуацию удалось ликвидировать в короткие сроки благодаря слаженной и профессиональной работе всех служб. Благодаря главам администрации, всем сотрудникам и всем руководителям служб, уважаемые главы администрации, не забывайте, благодарственные письма направляйте, поблагодарите волонтеров, которые на самом деле поработали. И само население выдержало весь этот этап соответствующей беды. Никакой паники, никакой суеты, никаких митингов. Люди понимали, знали, что беды органов власти, службы энергетики их не оставят. Одним единственная возможность обрести нормальное жилье, другим благодатная почва для мошенничества с бюджетными средствами. Речь о программе переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Соблюдение законодательства в этой сфере и другие вопросы обсудили на заседании Координационного совещания по обеспечению правопорядка. Поборы при расселении ветхого жилья. Глава района наживался на жильцах аварийных домов. Подобные заголовки часто встречаются в средствах массовой информации по всей стране. Актуальна эта тема и в интернете. Впрочем, далеко ходить не надо. Нарушение законов в этой сфере нередки и в Чувашии. Правоохранительные органы выделяют три основных направления. Первое, когда строительные организации нарушают договорные обязательства, выполняют работы не в полном размере, а выделенные средства просто кладут себе в карман. Второе, когда жители региона в сговоре с представителями местного самоуправления искусственно ухудшают свои жилищные условия и незаконно получают новое жилье. Третье, мошенничество, которое совершают представители органов местного самоуправления. В качестве примера. Часть 2 статья 293 в отношении председателя сельского поселения, который подписал фиктивные акты выполненных работ о признании дома аварийным, в последующем после проведения косметического ремонта дома, приобрел в нем же квартиры по программе переселения, причинив ущерб бюджету в особо крупном размере на сумму 14 миллионов рублей. От того, как и куда переселять граждан, перешли к теме, где и на базе чего расположить другое важное для столицы Чуваши учреждение. В недалеком будущем в Чебоксарах должен вновь появиться вытрезвитель. Официальное название – учреждение для временного содержания лиц, находящихся в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас их доставляют в больницы города, хотя большинство в помощи врачей не нуждаются, отметила министр здравоохранения. 70% – это те, которые отсыпаются в наших приемных покоях и устраивают различные действия неправомерного характера. О том, что учреждение городу нужно, спорить никто не стал. Но кто займется его созданием – город или Министерство здравоохранения? Полагаем, что затраты на создание учреждения для временного содержания данной категории лиц за счет бюджета города будут значительно выше, чем организация данного учреждения для временного содержания лиц, находящихся в состоянии опьянения, при уже существующей инфраструктуре Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской республики. Михаил Игнатьев поручил двум сторонам подробнее изучить опыт других регионов и как можно быстрее. До 1 мая, до праздничных мероприятий, до 20 апреля я описываю, чтобы не только создали его юридическое лицо, это учреждение должно начинать функционировать. Кстати, прозвучало предложение за пребывание в отрезвителе ввести плату, чтобы граждане хоть частично компенсировали свое там нахождение. Это будет пополнять бюджет и, возможно, заставит потенциальных клиентов задуматься, а стоит ли пить вообще. Общественная приемная «Единой России» в Чебоксарах была одной из первых структур, которая активно включилась в организацию «Новой жизни беженцев из Украины». Сегодня можно говорить о некоторых итогах работы. Поводом послужило коллективное обращение нескольких украинских семей, пришедших на прием к министру здравоохранения и соцразвития Алии Самойловой. Екатерина Куповых с сыном Андреем приехали в Чувашию, потому что здесь живут дальние родственники. До этого друг друга в глаза не видели, но беда соединила. Приютили, помогли в тот момент, когда это было особенно нужно. Кроме своих, откликнулись и совершенно посторонние люди. Чуваш-граждан проект. Меня приняли без опыта работы. Обеспечили жильем. По поводу жилья абсолютно чужие люди. Сняли мне квартиру, оплатили три месяца пожелания. И теперь они для меня большие друзья, для нашей семьи. Мне помогли здесь деньгами. Начальник миграционной службы Черничкин. Он поспособствовал тому, чтобы мне быстрее дали разрешение на временное проживание. Это было связано с тем, что я не могла устроиться на работу. Поэтому мне дали быстрее это разрешение. Сам паспорт я получила позавчера. Сегодня Екатерина с сыном, Александр Весельский и Виолетта Семакина вновь пришли в общественную приемную. Но уже не с просьбой, а просто сказать спасибо. Дети учатся, взрослые работают, жизнь налаживается. Как вам здесь? Замечательно. Как в сказке? Да ладно. Да ладно. Причем сказка не кончается. Правда? А где живете, работаете? То есть какие сложности с трудоустройством, с работой? Понятно, что мы тоже не можем предоставить рабочие места. Когда приходит время, когда приходит время, работа, находит сама человека. Я вообще ее не искала. Абсолютно. Люди просто пришли и говорят, вот нам нужно, вы пойдете. Ну пойду, говорю. А где работаете? Кафе Панорама на заливе. Есть такое? Да. То есть все нормально? Отлично, да. Очень. Очень хороший коллектив, очень хороший директор, очень отзывчивый такой. Конечно, к новой жизни вдали от родины им еще предстоит привыкнуть. И проблемы могут возникнуть. Поэтому Алла Самойлова напомнила, здесь всегда готова помочь. И не только в общественной приемной «Единой России», но и в любой другой организации. Самое главное знать, куда стучаться. Елена Гальперина, Юлия Важенина, Сергей Рябчиков, Республика. Руководитель общественной приемы. В преддверии дня работника агропромышленного комплекса министр сельского хозяйства Чуваши посетил Батаревский район. Поводом стало открытие животноводческих ферм. Первый пункт рабочего маршрута – сельскохозяйственный потребительский кооператив «Красное знамя». Здесь построили новое хранилище для картофеля. Как известно, Батаревский район является лидером по выращиванию второго хлеба. Хотя в этом году все было непросто. В этом году, конечно, урожай был слабый. Все знают, наверное, в южных районах республики у нас, в Батаревском, Шамушинском, Яльчинском районах, сильная засуха была. Практически сегодня в колодцах воды нет. Зима наступает, трудное положение. Из-за этого потеряли половину урожая. Но, тем не менее, хозяйство работает. Из картофеля хранилища переместились на ферму «Батаревская», открытие которой также состоялось сегодня. Новое помещение предназначено для 200 голов. В планах на 2015 год довести количество коров до 800 и не только. На сегодняшний день задача стоит хозяйству и даже руководителя снижать себестоимость молока. На сегодняшний день хозяйство молоко по итогам 9 месяцев посмотрело как раз итоги. Снижение себестоимости молока составляет 11 рублей 75 копеек. Снижение реализационной цены составило за 9 месяцев 17-20 копеек. Вот рентабельность посмотрите какая. На сегодняшний день есть у нас залоговая база. Если вложить на сегодняшний день, трудно окупается вот такая фирма. Если все коммуникации, все затраты, благоустройство посчитать, обходится почти 25 миллионов. Это 5 миллионов в свои вложения, 20 миллионов в кредитные ресурсы. Грех не использовать вот такие инвестиционные проекты, когда созданы все условия по поддержке сельскому хозяйству. Картофель и молочная продукция далеко не единственная, чем могут гордиться батаревские селяне. И выставка продукции местных производителей – лучшее тому подтверждение. Самое главное – это производительность труда, снижение себестоимости и, конечно, получение хороших урожаев с реализацией. Потому что сегодня должны мы иметь постоянных партнеров, которые приобретают нашу продукцию. О том, как на сегодняшний день развивается батаревский район, обсуждали на совещании, которое прошло в завершении поездки. Самых активных тружеников района наградили почетными грамотами. А 31 октября в Чувашском государственном театре оперы и балета соберутся фермеры и работники самых успешных предприятий на праздновании Дня работника сельского хозяйства. Юлия Важенина, Регина Кубайкина, Евгений Анисимов. Республика. Издательский дом «Хабар» обрел нового руководителя. Им стал писатель, переводчик, публицист и общественный деятель Валерий Тургай. Сегодня министр информационной политики и массовых коммуникаций Чуваший Валентина Андреева представила новоиспеченного директора коллективу холдинга. В конкурсе на должность директора издательского дома и главного редактора газеты «Хабар» приняли участие четыре кандидата. Заместитель начальника организационно-контрольного отдела Минсельхоза Чуваший Александр Кириллов, заместитель главного редактора издательского дома «Хабар» Геннадий Максимов, директор ООО «Самант» Петр Михайлов и директор Республиканского благотворительного фонда «Сейспеля» Валерий Тургай. Оценивала их конкурсная комиссия из 13 человек. Выбрать достойного на столь ответственную должность было нелегко, но Валерий Тургай четко определил, каким показателем он будет вести издательство. Наша главная цель – сделать наши газеты интересными, востребованными, чтобы они соответствовали требованиям нашего бурного времени. И, конечно же, еще другая цель – увеличивать стабильно, целенаправленно, увеличивать тиражи наших изданий. Вот это сегодня моя основная задача. Ну и, конечно, я очень хотел бы, чтобы все сотрудники нашего издательства дома гордились, что они представляют издательский дом «Хабар» и чтобы они получали достойную зарплату. Издательский дом «Хабар» объединяет 16 средств массовой информации. Работники признают, что в последнее время возникают трудности с рейтингами и тиражами. Для решения таких вопросов они ждут от своего руководителя четкой и выверенной политики и обещают слаженно трудиться во имя общего дела. Я хочу им пожелать успехов, добра, потому что команда у нас создана, все люди работящие, чужих других у нас нет, людей больше. Нам местами работают. Я своей самой определенной честной скажу, что вы поддерживаете. Анастасия Алексеева, Елизавета Зайцева, Николай Яковлев, Республика. В Чувашском драматическом театре имени Константина Иванова знаменательное событие художественному руководителю театра и режиссеру многих известных постановок. Валерию Яковлеву исполнилось 75 лет. В свой юбилей он открыл фестиваль спектаклей, который продлится до конца месяца. Поздравить Валерия Яковлева пришли и почитатели его таланта, коллеги по театральному цеху, представители творческой интеллигенции и, конечно же, зрители. В школьные годы Валерий Яковлев любил участвовать в театрализованных сценках и постановках. Детское увлечение превратилось в профессию. Его имя знают, уважают и ценят не только в Чувашии, но и далеко за пределами республики. Вы знаете, вот те спектакли, которые ставились и ставятся Валерия Николаевичем, они очень понятны и очень доступны зрителю. И почему их он любит, зритель любит, и почему на них люди ходят, почему на них аншлаги. Потому что человек, который глубоко понимает жизнь, глубоко понимает философию чувашского народа, мироощущения, миропонимания вообще целого народа, присущий Валерию Николаевичу. И он это вот посредством своего таланта, посредством мастерства артиста, он передает нам. Стараниями народного артиста СССР и РСФСР Валерия Яковлева в репертуаре театра появились более 90 постановок различных стилей и жанров. Награды, звания и достижения лауреата Государственной премии Российской Федерации Чувашской Республики можно перечислять бесконечно. Открылся фестиваль комедии Анатолия Чабанова про скикиними внукня в Лондарадь, разумеется, в постановке юбиляра. На протяжении юбилейного фестиваля на сцене будут сыграны уже известные и полюбившиеся зрители спектакли. Драма «Ялда», мелодрама «Вишсеердещик Айксем», комедия «Юра Дубак Иван» и другие. Анастасия Лангина, Николай Яковлев, Республика. В Чебоксарах полицейские предотвратили массовую драку. Вечером 22 октября в дежурную часть поступили сообщения от горожан о том, что на улице Калинина и Гагарина в Чебоксарах собрались многочисленные группы молодежи. Подробности этой истории в материале наших коллег из пресс-службы МВД. Молодые люди были задержаны стражами порядка и доставлены в 1-й и 2-й отделы столичного управления МВД. Как выяснилось позже, ребята в возрасте от 15 до 20 лет намеревались выяснять отношения друг с другом. Но осуществить задуманное им не удалось. Массовые беспорядки, хулиганские проявления и не иные правонарушения, и за иные правонарушения подрассмотрена и уголовная ответственность, и административная ответственность. Мы знаем, для чего вы собирались. С молодыми людьми были проведены профилактические беседы. Им и их родителям полицейские напомнили, что за организацию и даже участие в массовых беспорядках можно угодить за решетку на срок вплоть до 15 лет. Не губите свою судьбу, не создавайте условия, чтобы у вас родители за вас плакали, переживали. Нам бы всем хотелось, чтобы наши дети жили в мире добрее и согласен. В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего и степень причастности каждого из доставленных молодых людей к массовым сборам. В Алатарском районе в селе Междуречи сгорел храм. Спасти церковь свидетели Николая не удалось. За полчаса сгорело практически все, остались только кирпичи. Не пощадил огонь издание приходской воскресной школы. Алатарская межрайонная прокуратура рассматривает различные версии. Идет следственная проверка. А настоятель церкви утверждает, что это был поджог. Ну, практически все сгорело. Ничего не удалось сохранить. Я был накануне, как всегда, по обыкновению. Проверил отопление. Включил свет во дворе. Это было половине седьмого. Как раз темнело. Отопление было включено чуть как парное молоко. Поскольку еще морозов таких нет. И в старом храме, там у нас приходская школа воскресная. И большая трапезная. Также проверил отопление. Уходил. Все было нормально. А вот в 5.38 был звонок мне, что горит храм. Через 3-4 минута прибегаю. Он весь объят пламенем. Снизу долгил по периметру. У меня других версий нет. Я думаю, что просто поджог. Летом. Угрозы были летом. В отношении того, чтобы мы там не собирались, не молились. Иначе какая-то будет расправа. Ну, вот, наверное, может быть, это и случилось. На следующей неделе благочинные. Назначил собрание благочинные. Будем решать, что делать дальше. На нашей территории села есть школа, которая 3 года уже закрыта. Да, школа вообще построена на разрушенном храме. В 30-е годы разрушили храм. И этот материал здесь пошел на строительство школы. Большая школа, она уже пустует. Вот одно из моих предложений, чтобы взять под строительство будущего, введение будущего храма. В Россию возвращается зимнее время. 26 октября в ночь субботы на воскресенье в 2 часа. Вся страна переведет стрелки часов на 1 час назад. За исключением Чукотского автономного округа и Камчатского края. Они отстояли право остаться в летнем времени. Зимнее время неоднократно становилось предметом острых дискуссий между парламентом и правительством. Закон о его возвращении подписал президент Владимир Путин. В дальнейшем сезонный перевод стрелок осуществлять больше не будут. Готов ли пациент сесть в кресло к специалисту, который еще вчера был в рядах студентов-стоматологов? И доверяют ли таким профессионалам в современном мире? На подобные вопросы Ассоциация стоматологов Чувашии однозначно отвечает. Да. Ведь для обучения студентов в медицинских учреждениях созданы все условия. Подробности смотрите в сюжете. А я с вами прощаюсь. Хороших вам выходных. 24 октября в стенах Чувашского государственного университета прошла Всероссийская научно-практическая конференция «Новейшие технологии в стоматологии». В этом году Ассоциация стоматологов России впервые проводит подобную программу. Ведущие профессора страны приезжают с однодневным семинаром в регионы и читают лекции всем студентам. Конференция проходит под эгидой «Моногорода России». Сегодня мы говорим о том, что практическое здравоохранение и теоретическая медицина она всегда должна быть вместе. И мы все делаем для того, чтобы кадровая подготовка наших будущих врачей, действующих врачей, специалистов была на самом высоком уровне. И в конечном итоге, чтобы наш пациент, проживающий на территории Чувашской Республики, получил качественную стоматологическую помощь. Для того, чтобы в Чувашии профессия развивалась только вперед, научные конференции проводятся регулярно. Говоря о стоматологии в Чувашской Республике, достаточно активно она у нас тут развивается. И развиваются как новые современные технологии, так и профилактическое направление в этой отрасли. Активно привлекаются волонтерские движения. У нас в школах, в детских садах везде развернуты стоматологические кабинеты. И сегодня уже стоматология предоставляется таким образом, что детишки уже не боятся ходить на прием к стоматологу. Одним из самых приятных и ярких моментов конференции стало объявление победителя регионального этапа Всероссийского чемпионата стоматологов «Гигиенист стоматологический». Лидером стала сотрудница Чебоксарской городской стоматологической поликлиники. Победителем регионального конкурса профессионального мастерства в республике Чувашия стала Андреева Оксана Анатольевна. Эмоции, конечно, очень большие. И выразить словами никак невозможно в связи с тем, что я два года подряд шла к этому. И, наконец-то, я выиграла, получила свое первое место, к которому очень долго шла. Самое сложное – настроить себя, поднести себя, показать себя, показать свои результаты. Сейчас в планах у Оксаны представить свой регион на высшем уровне в Москве на финале конкурса. А уже в октябре следующего года столица Чувашии снова примет у себя гостей и участников регионального уровня Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Гигиенист стоматологический». Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова